Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос, он довольно большой. Вы просите помочь по существу, да, то есть, помощи. Правда, вопроса никакого вы не выдаёте. Просто говорите, что надо что-то делать. Вот, ну, что надо что-то делать, это понятно, но нужно сначала как-то вообще дать постановку вопросу. То есть, чего вы хотите, что вам, что вы доходите, чтобы жена была довольна вашей, она не будет довольна. Потому что у неё цель как бы одна, да, у вашей жены, у неё цель какая? У неё цель довольно простая, у неё цель лишить вас ребёнка, да, у неё цель сделать так, чтобы ребёнка у вас не было, либо его отнять, вот. И, в общем-то, это её цель, она этого хочет. Она к этому стремиться, вот. Ну, вот, к тому, чтобы у вас не было ребёнка, да, к тому, чтобы у вас, чтобы вы, ну, не получили то, чего хотите, вот. У неё эта цель, у неё эта цель, и она будет, как бы, к этой цели стремиться, она будет делать постоянно всё для того, чтобы вам было плохо, она будет постоянно делать всё для того, чтобы портить вам жизнь, и поэтому вы, к сожалению, не измените никак это сделать невозможно. Вот. То есть, первое, что нужно, это, вот, собственно, отказаться от вот этой вот идеи, идея о том, что вы можете, ну, как-то прийти к какому-то консенсусу со своей женой, потому что она, видите, она то что она встречается с другими мужчинами, да, вот, то она к вам приезжает, ну, приезжает, чтобы вы ей там что-то дали, чтобы вы ей, ну, предоставили что-то такое, что ей нужно, что она хочет. Вот. То она теперь в Европу уезжает, да, ну, хочет уехать, хочет уехать в Европу. Вот. При этом, опять же, к вам, да, она совершенно не прислушивается, вот, и считает вас каким-то, ну, своим врагом, вот, и, в общем-то, никаких шагов в вашу сторону она не делает. Вот. Конечно, вы развелись из-за бытовых проблем, это, в принципе, понятно. Вот. И в этом контексте, конечно, надо бы разбираться, что именно за бытовые проблемы у вас были, почему они возникли, что они из себя эти бытовые проблемы представляли и представляют до сих пор, скорее всего. Вот. Но вы уже развелись и, признаться честно, я не не очень уверен, что это актуально для вас. Вот. Тут, значит, соответственно, нужно только делать выводы из тех обстоятельств, которые произошли. То есть, ну, это неприятно, да, но это случилось, как бы от этого никуда не деться, и вам нужно просто принять эту драму. Вот. Значит, что бросается в глаза очень сильно? Это то, что вы постоянно в какой-то, знаете, в такой, ну, я бы сказал, может быть, в жерственной позиции, что ли, да, то есть, вы постоянно обладаете, вам постоянно плохо, вот. И вроде бы у вас есть причины для этого, да, то есть, жена какие-то козни строит, вот. Но с точки зрения психологии, именно, вот, если говорить о психологии, поэтому у вас такая вот позиция жертвы, вот, когда все против вас, все хотят вас как-то унизить, задеть, зацепить, вы ничего, соответственно, с этим вообще сделать не можете. Вот. И вот это вот, это отсутствие, скажем так, контроля, да, отсутствие контроля. Отсутствие контроля за, ну, за своей жизнью, отсутствие контроля именно за своей жизнью, то есть, оно на вас, ну, очень, в общем, негативно влияет достаточно, вот. Я бы сказал, что вам надо стараться брать все-таки в свои руки то, что происходит, да, то есть, определять какие-то свои права, да, свои лапонности, то есть, что вы, на что вы имеете право, вот, на что вы, например, имейте право, на что вы, право, например, не имеете, да, вот, что вам положено, что вам не положено, ну, если вот ситуация, ну, вот, если она так вот сложилась, да, что ваша жена ведет себя так, ну, что как бы с этим ничего с этим не поделать, она выбрала свой путь, это ее выбор, вот, вам нужно ее выбор постараться принять и самостоятельно тоже что-то с этим сделать. Я имею в виду, чтобы четко вот как-то про, может быть, консультироваться с юристом, вот, может быть, консультироваться с юристом, чтобы юрист вам объяснил какие-то вещи, чтобы вы, может быть, поняли какие-то вещи, на что вы имеете право, что вы, что вам вообще можно, что вам вообще нельзя, как бы, да, вот, потому что то, что делает ваша жена, то, что делает ваша жена, она, ну, естественно, злоупотребляет, да, то есть она злоупотребляет, чем она злоупотребляет? Она злоупотребляет своим положением мамы, в общем, она злоупотребляет. Вот, это ваша жена. И она, соответственно, она делает что-то, она делает какие-то действия, которые, как бы, ну, к вам, да, отношения вообще никакого не имеют. То есть не вы несете ответственность за то, что она так себя ведет. Он не понимает, что человек вас больше не любит, да, что у него нет к вам чувств каких-то, что у него нет к вам каких-то эмоций, она просто ищет для себя возможность вас как-то задеть, как-то уколоть, как-то вот, наше это, ну, как-то вас принизит, да, вот. Может быть даже в глазах своего ребенка она хочет это сделать, ну, вот, чтобы он хуже вас думал. И тут, на самом деле, что бы вы ни сделали, тут ситуация будет, ну, всегда, всегда вот такой, всегда будет так. И дело здесь еще раз повторяю, не в вас, а именно в ней, вот, в ее отношении к вам. И что-то происходит у вас, это обида, по сути, это какой-то, какой детский вектор поведения, вот, то есть что это значит, детский вектор поведения, да. Это означает, что вы сами, как бы, ожидаете от своей жены того, что она вам, ну, в принципе, никто-то бы не обещала, да. А даже, вероятно, и не могла обещать, и не обещала. А вы от нее там чего-то что-то сделали. Ну, вот. И здесь, как бы, вся тонкость, вся тонкость в том, почему, почему вы ожидали от нее, вот, какого-то поведения, почему вы ожидали от нее каких-то действий, почему вы не ждали от нее того, что она вот делала, почему для вас это стало неожиданностью, вот. вот, как бы, что важно, ну, действительно, у кого-то действительно важно, понимаете, вот. Ибо то, что она вас ввела в это состояние, да, состояние такой вот, ну, может быть, растерянности какой-то. Ну, вот. Это же ваша ответственность, это же ваша, как бы, ваш выбор. Вот. Это не выбор ее, именно ваш выбор. И почему вы выбрали это, вот, из каких соображений вы поступали, это уже большой вопрос к вам. Я на этот вопрос, к сожалению, ответить не могу. Очевидно, что у вас есть какие-то представления, да, о том, как там все должно быть, вот. Но при этом если что-то происходит не так, как вот вы, допустим, хотели, ожидали, ожидали и так далее, то все, у вас как бы начинает сразу потеря. Вот. То, что ребенок для вас важный, единственный, желанный, тоже у меня вызывает, конечно, такое двойственное чувство. То есть, с одной стороны, конечно, очень здорово, что вы его любите, с одной стороны, очень здорово, что вы о нем как-то заботитесь, очень здорово, что вы себя проявляете, вот, по отношению к ребенку. Но, с другой стороны, ваша вовлеченность, как бы, во взаимодействии с ним, именно вовлеченность, вызывает подозрение о том, значит, что он для вас значит. То есть, насколько много ребенок для вас значит и почему. у меня и такое чувство, что у вас стирается некая грань между тем, что вы отец своего ребенка и что должна быть некая грань между отцом и ребенком. У вас в этой гране как бы нет. То есть, вы его очень сильно боитесь потерять. А почему очень сильно боитесь потерять? Вы его не потеряете, но почему боитесь не потерять? Это важный момент. Понимаете? Если вы боитесь потерять, значит, вы что-то для себя в этом контексте видите, значит, вы зависимы. Если вы зависимы, то вы слабы. Если вы слабы, то этим пользуются другие люди. Вот, например, ваша жена, да, бывшая. Она пользуется вашей сладостью и шантажирует вам. Вот. Почему? Потому что она, ну, такая плохая. Нет. Дело не в ней. Дело ваше. Дело в том, как вы воспринимаете все вот то, что она вам там говорит, что она там делает, да, ну, шланг. Вот в чем дело. Вот в чем момент. То есть, вы для себя это воспринимаете как-то слишком негативно. Ну, нужно бороться за ребенка. Да, нужно бороться за ребенка. Нужно. Нужно. Ваш ребенок. Понятно. За него нужно бороться. Да. Ну, так, а нужно это делать как? В норме нужно это делать как? В разумных пределах. То есть, вы не спите как-то. Как вы говорите, значит, ну, уже очень долго, да? И вы там даже не можете на работу пойти на свою работу, на другую, которую вам предлагают из-за ребенка. Ну, это очень плохой знак именно для вас. Потому что это говорит о том, что вы очень, очень сильно зависны. А жена, она будет пользоваться тем, что вот вы такой. в ходе. Поэтому вам нужно становиться более независимым, думать о своей потребностной сфере, да? То есть, ну, почему вот, почему вы так воспринимаете эту ситуацию с ребенком так болезнью? Почему для вас это так важно? Вот. Ага. Это вот вам нужно сделать, с одной стороны. С другой стороны, свои права. Обязательно. Свои права, потому что то, что делает ваша жена, это нарушение, нарушение ваших прав. Однозначно. Ну, вот. Она так делать не имеет, не имеет никаких оснований. А? Вот. Ну, то, что вы, там, употребили алкоголь, да? С ребенком в этом, безусловно, нет ничего плохого. Ну, то есть, да. Конечно, может быть, этого не стоило бы делать, но раз уже сделали, как бы, то о чем теперь говорить. Да? Вот. Ну, нужно тоже сделать вывод для себя. Вот. Нужно сделать вывод, чтобы этого не повторялся больше. Вот. Ну, и стараться жене вашей, по возможности, дать как-то, ну, объяснение. Да? То есть, почему вы это сделали, и себе объяснить. То есть, ну, вот, вы же пили пиво, да? А зачем вы это сделали? Зачем? Ну, слышь, ну, чего-то хотели. Правильно, вам чего-то не хватало. Правильно? Вот. Вот и вопрос. От чего не хватало? Зачем, с какой целью, да, с ребенком вы, там, вот, пили пиво. И тут нужно объективно смотреть на свои желания. Понимаете? Вот. На свои желания. На то, собственно говоря, чего я хочу. На то, собственно говоря, что мне нужно. На то, собственно говоря, чего мне не хватает. Вот. Новых отношений не хочется вам. Понимаю. Ничего удивительного нету. В том, что вы не хотите новых отношений. Вот. Вряд ли было бы, ну, вряд ли вы могли бы их сейчас хотеть, потому что у вас не та ситуация немножко. Ну, вот. Ну, так вы сперва придите к определенному контенту. То есть проконсультируйтесь у юриста сперва. Вот. Сами к психологу обратиться за помощью. Потому что это ненормально, то, что происходит вот у вас с вами. Это ненормально. Так это не должно быть. Понимаете? Вот. То есть не должно быть у вас такой реакции. Вот. Да, неприятно, конечно. Это безусловно. Что неприятно. Но реакция у вас избыточна. Чрезмерно. Вот. И у этого есть причины. У этого есть основания. Это реакция. Вот. Можно будет разобрать вашу жену. То есть какая у нее модель поведения. Чего она хочет. Что ей нужно вообще. И постараться уже как-то именно вот именно в данном направлении двигаться. Понимаете? Вот. Именно в данном направлении как бы смотреть. Значит. Вот вы говорите, что в бытовых вопросах вы друг друга не понимаете. Да. Вот. 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 Нормально ли это, что люди не понимают друг другом до новых вопросов? Ну. В принципе да. Такое бывает довольно часто у всех. Такое бывает. Вот. Почему именно это, именно это у вас привело к разводу. Да. И это ли вообще привело к разводу. Это, понимаете, большой-большой вопрос. Вот. На мой взгляд, на мой взгляд, дело здесь не в бытовых проблемах, а в чем-то другом, более глубоком. То есть, может быть, женщина не чувствовала себя с вами в безопасности, может быть, женщина не чувствовала себя женщиной с вами, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть, вы вообще ее претензии к себе знаете, вы ее претензии к себе вообще как-то слушали, слышали. Вы знаете, что именно-то ей не нравится в вас? Что именно-то ее не устраивает? Вот. Понимаете? Потому что, ну вот, пока, пока, она пристает таким, знаете, тираном. Вот. Это в буквальном смысле слова тиран, который тиранизирует вас, да, который, там, не дает вам видеться с ребенком, и так далее. Но у нее же есть для этого причины так поступать. Какие причины? Что это за причины? Вы знаете, вы можете ответить на этот вопрос. Вот. Что это за причины? Такие. Вам понимаете? Знаете, какая штука? А если можете, то, соответственно, надо корректировать свое поведение. Надо как-то вот изменять хотя бы то, как поведет себя со своей женой. Вот. А может, что вы делаете сейчас, это просто говорите на ее языке. То есть вы с ней, как бы, ну, боретесь с ней, боретесь с ней, там, у вас какие-то, знаете, противостояния постоянно происходят. А противостоять не надо, на самом деле. А наш не ваш враг, чтобы противостоять. Нужно говорить каждый на своем языке, на языке того, чего вы хотите, на языке своих желаний. Вот. Понимаете? Слова будет гораздо лучше. А то, что вы сейчас, это просто вот противостояние. Хочет она, например, уезжать в Европу, допустим, ну, пожалуйста, пусть съедет в Европу. Не вопрос. Только как вы будете видеть своего ребенка? Ого. Вы имеете право его видеть? Да, вы имеете право его видеть. Вы имеете право там, жаловаться, например, на нее, если она не дает нам общаться с ребенком, взаимодействовать? Да, имеете? Вы делаете это? То есть, вы пользуетесь этим правом своим? Нет, либо избирательно. А почему нет, либо избирательно? Что мешает? Вот. Либо правовая неграмотность, да, как это говорят, либо что-то еще. Либо, может быть, робость, скромность, неуверенность, сомнения. Ну, сомнения я имею в виду в себе. То есть, вы как бы думаете, что вы имеете ли вы право, можете ли вы, достойны ли вы, вот что-то такое. Какая-то такая история происходит. Вот. А жена, она, как бы, чувствует, что у вас есть такая неуверенность в себе, да? И этим пользуется. Пользуется, потому что, ну, а кто бы не воспользовал? Понимаете? Вот. Вы мне представляетесь таким довольно, знаете, несколько наивным человеком. Ну, опять же, я могу ошибаться, я могу ошибаться, я вас не знаю. Вы представляете не наивным человеком, который верит, там, в какие-то вещи, да, там, ну, например, в человечность, там, в понимание, вот, во всякое такое. Ну, может быть, и есть, да. Вот так смотрят себе, а каких людей, например, от кого вы это ждете. Вот вы ждете явно не от тех людей, не от той женщины вы ждете. Подобного, ну, подобного отношения. Вот. У вас время вот это вот «не ожидал», «не ожидал», «не ожидал», «не ожидал», «не ожидал». А чего ожидали? Ну, другого, вот, другого, вот этого вы не ожидали. Хорошо. А чего ожидали? Тогда. Ну, можно же вопрос поставить таким образом, да? Если не ожидали чего-то конкретного, то ожидали чего-то другого. А ожидания, на чем базировали у вас? Понимаете? Ну, вот. На, 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 на что они опирались, ваши ожидания? Важный, важный ли этот вопрос? Конечно, важно. Ну, нужно, чтобы вы четко понимали, чего вы ждете. И почему. Нужно, чтобы вы четко понимали, чего вы ждете, чего вы хотите. И опять же, почему. Почему именно этого вы хотите? Почему именно этого и именно от этого человека? Ну, я имею в виду, например, от, вот, своей жены. А может ли она вам это дать? Если не может, почему вы продолжаете хотеть этого? От нее. Если она не может вам дать, она может быть, была бы и рада. Может быть, была бы и рада дать вам. Но не может. А вы, вы, вы продолжаете от нее требовать, понимаете? И из-за этого вы расстраиваетесь сами, да? То есть, вы постоянно во фрустрации пребываете. И в итоге даете повод своей бывшей жене вас уколоть, как-то там задеть и так далее. Что мешало вам вот каждый раз, когда вы ожидали какого-то плохого от нее поведения, да? Просто не делать этого. Что вам, медведь, главное, опять же, когда вы ели пиво и так далее? Почему вы боитесь, что потеряете сына? Как это вообще возможно? Что вы боитесь потерять сына? Как вы можете его потерять, если он ваш сын? Вы не можете перестать быть отцом, вы не перестанете быть отцом никогда. Но вам, вам что-то нужно. Знаете, вот вам что-то нужно, вам что-то необходимо. Вы чего-то хотите. Я не знаю, может быть, сына вы хотите, ну, чего-то. Может быть, еще какая-то история у вас есть. Вот. Но тот, что вы боитесь, говорит еще раз о вашей гипермотивации. Быстребер, например. Гипермотивация, да, это, ну, это не совсем правильная позиция. Вот. Гипермотивация, это не совсем адекватная и верная, потому что это мешает вам поступать правильно. Я думаю, так, можно ответить вам на ваш вопрос. Вот. Помоги по существу, понимаете. По существу вам нужно работать с уверенностью в себе, со своими страхами, с причинами того, как вы оказались со своей женой. в той ситуации, в которой оказались, вот. И тогда уже все это будет, даже можно будет работать. Вот. А пока-то, что вы написали, это такое, знаете, ну, несколько хаотичное изложение обстоятельств, где непонятно ваша такая реакция, где не совсем понятна реакция жены вашей. Вот. И так далее. И все это нужно выяснить. Чтобы вам прийти в норму. Хотя бы. Понимаете. Сейчас вы не в норме. Сейчас вы в разрае находитесь. Вот. Ну и объективно понятно, что из этого ничего хорошего же не получится. Вот. Вы знаете это сами, я уверен, вы не можете этого не знать. Вот. И постарайтесь об этом и во всем подумать. Вот. Как можете постараться подумать о том, почему, почему вы оказываетесь снова и снова в этой ситуации. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что недостаточно вам ответов моего будет. Но именно в вашей ситуации недостаточно будет любого ответа. Потому что проблема односторонняя. Желаю вам удачи. Всего доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Помогу. С focuses на наше сет Субтитры создавал DimaTorzok. Всё здесь. Продолжение следует...